Дай почитать. Или крайняя битва чекистов с масонами соскучится, задремать или взгрустнуть не получится. Прежде всего, Пелевин открыто заявит «Я за русских» и покажет неожиданное русское восстание против всемирной власти доллара. Есть тайное всемирное правительство, управляемое пришельцами, рептилоидами, которые подчинили всех и вся доллару. «Русский мир» – ухмыляется гад американский масон. «Русский мир» – это просто фрагмент Фейсбука, где последние звездные войны обсуждают на русском языке. Мы можем выключить этот русский мир в любой момент, хоть по частям, хоть сразу весь. Им противостоят чекисты. И это борьба между, с одной стороны, полностью расчеловеченными – всемирное правительство, с другой – не совсем расчеловеченными – чекисты русский мир. Именно не полностью расчеловеченные не дают победить доллару окончательно. Хотя они любят старинное золото в виде таких аккуратных брусочков. А что выберут люди – доллар или золото? Жанр «Лампы Мафусаила» – большой полифонический нарратив. Состоит из четырех частей. Роман охватывает больше века и связан с семьей Можайских. Первая часть – «Золотой жук». Жанр «Производственная повесть». Повествует о молодом хипстере, финансовом аналитике, крайнем из Можайских. Со странным именем Кримпай. Он тоже любитель золота и, к сожалению, однополой любви. В конце романа переосмыслит свои взгляды, станет патриотом и сменит имя на Крым. Вторая часть – «Самолет Можайского». Жанр «Космическая драма». Написана от лица русского дворянина XIX века Маркиана Можайского. Его посещают прошлонавты, гости из будущего. Генерал Капустин, капитан Пугачев и ученый-физик Карманников. Им необходимо исправить прошлое. Противостояние масоны, чекисты, цивилизация вата – вата – это идеология не полностью расчеловечившихся – нарастает. Третья часть – «Храм Лак». Жанр «Исторический очерк». Повествует о жизни масонов в сибирском лагере и об их влиянии на мировоззрение и культуру криминального мира. Четвертая часть – «Подвиг Капустина». Жанр «Оперативный этюд». Именно генерал ФСБ и есть главный герой. Он пускается в метафорическое путешествие главным масоном, чтобы выяснить намерения правителей мира, простят ли русских бунтовщиков за Украину, Сирию и за желание остаться людьми. Затем он докладывает нарциссу, самому главному. И понятно, кто это. Скорее всего, простят, но и сдержки будут. В книге много юмора, много смешного и интересного. А главное – любви к России. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» на улицах Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч!